Это здание было построено в 50-х годах. И кто знает, сколько тайн и загадок скрывается в этих стенах. В Тюмени существуют такие здания, где не каждому удается побывать. Дом Советов – это маленькое исключение. В честь Дня музеев тюменцам подарили возможность прогуляться по пустым коридорам теперь уже Тюменской областной думы. У нас работает проект, который называется «Открытая дума». Это информационно-образовательный проект. Приходят к нам школьники, начиная с 9 класса, студенты общественной организации. В прошлом году было 150 экскурсий в год. Просто сегодня необычный формат, потому что сегодня Международный день музеев. И очень часто в интернете особенно активные и иногда ехидные блогеры писали, что мы не можем прийти в рабочее время, что вот это неправильная дискриминация по отношению к рабочему человеку, занятому в эти часы. И мы пошли навстречу. В Доме Советов собрано много экспонатов военного времени. Медали, фотографии, письма, военная форма и эксклюзивные книги, которые в этот вечер можно было полистать. Проводником «Закрытый мир» выступила Светлана Павлова, у которой были ключи от всех дверей здания. Она же развеяла некоторые мифы и легенды относительно здания думы. Напротив Дома Советов находится здание бывшего обкома партии. Там во дворе есть глубокие вентиляционные шахты. И все, кто к нам сюда приходит, уверены, что между Домом Советов и зданием правительства Тюменской области есть подземный ход. В Большом зале заседаний каждый желающий в эту ночь мог посидеть в кресле депутата. Кто бы мог подумать, что раньше здесь располагался обычный актовый зал, где стояло 350 кресел в ряд перед портретом Ленина. Освещается помещение большими хрустальными люстрами, которым уже 52 года. Всего гостям предстояло обойти пять этажей. Их соединяет лестница, ступени, перилы и балясины которых изготавливались вручную в подвале здания. Побывали экскурсанты и в зале Совета Думы. Сюда депутаты приходят перед заседанием, на котором будут приниматься законы, и обсуждают повестку дня. Комната оформлена в зеленых тонах. Кресла, стены и даже картина подобрана в цвет. Колонны здесь не просто элемент декора, они символизируют власть. Закончилась экскурсия совместным фото на память. И большим спасибо от всех гостей. Сегодняшнее мероприятие позволило нам посетить все закутки Дома Советов. Нам посчастливилось увидеть тайную комнату номер 100, а также в большом зале заседаний примерить на себе роль депутатов. Но сегодняшняя интрига вечера – это легенды. К сожалению, вам мы о них не расскажем, так как они не выходят за пределы этих стен. Но у вас есть уникальная возможность посетить следующую экскурсию. Валерия Тимофеева, Николай Салдаев, специально для Евразион ТВ.